В Сирии правительственные войска готовятся взять под контроль один из оплотов запрещенного во многих странах исламского государства. В провинции Алеппо армия на подступах к крупному городу Идлиб, который уже давно под контролем террористов. Операция вот-вот начнется. За последние дни удалось освободить еще несколько важных пунктов на северном направлении, недалеко от границы с Турцией. Для сирийских войск одна из задач перекрыть каналы, по которым, как считает разведка, с территории соседней страны везут в ИГИЛ оружие и новых боевиков. Успехи сирийских войск во многом стали возможны благодаря поддержке российской авиации. Есть еще одна сила, способная противостоять террористам до полной их ликвидации в Сирии. Это люди, которые борются за земли, где родились и выросли. Как готовят добровольцев в Латакии, увидел Александр Батухов. Когда в Сирии началась война, эту недостроенную автомастерскую отдали военным. Теперь здесь постоянно проходят тренировки для тех, кто пришел сюда и записался добровольцем. Сирийскую армию. Этот сборный пункт находится в самом центре Латакии. И набор здесь производится раз в несколько недель. Несмотря на то, что сирийская армия нуждается в пополнении, берут не всех основные ограничения по возрасту и здоровью. После проведения очередного набора в эту школу подготовки записали 150 добровольцев. И около 30 человек отсеяли. Не брали тех, кому больше 60 лет. Риясу Филяху, ему 59, тоже сначала хотели отказать. Но он настоял на своем. Чем больше людей запишется в армию, тем скорее мы закончим эту войну. Сирия – моя родина, которую я хочу защищать. У меня уже воюют племянник и младший брат. Вот и я решил записаться в добровольцы. Хусаму и Дину чуть больше 30 лет. По профессии он инженер. Работал в городской управе. Говорит, что до подготовки в этой школе оружие никогда в руках не держал. Последние месяцы на фронте многое изменилось. Раньше мы только отступали и оборонялись. А теперь наша армия освобождает все новые и новые города. Я решил, хватит отсиживаться за конторским столом. Я ведь тоже могу приносить пользу. Так сейчас думают многие в Сирии. Поэтому желающих записаться в армию стало гораздо больше. И если раньше, после объявления о новом наборе, требовались недели, чтобы собрать необходимое количество добровольцев, то теперь лишь несколько дней. В этой войне наступил долгожданный перелом. Но этого бы не произошло без поддержки российской авиации. Ваши бомбовые удары нанесли серьезный урон боевикам. Уничтожены многие склады с вооружением и горючим. Врагу все сложнее держать оборону. Перед отправкой в армию эти добровольцы сдавали экзамены по боевой подготовке. Разбор оружия и его сбор. И главный экзамен – учебное предотвращение терактов и задержания террористов. Ведь эта группа добровольцев будет служить на блокпостах в освобожденных городах провинции Латакия, где постепенно налаживается мирная жизнь. Но пока существует угроза нападения боевиков. Александр Батухов, Юрий Шелмов и Гурам Розилов. Первый канал. Сирия.